всем привет сегодня у нас 26 октября такой вот холодный вечер и показывают как у нас груша пожелтела еще позавчера не было желтых листьев а смотрите сейчас и как-то они не просто желтеют вот даже как-то чернеет у нас вот такая погода там солнышко тучи яблоня у нас еще видите практически зеленая с этой стороны посмотрите у соседей это это с красными листиками дерева не знаю как называется он его обрезал ну и она голая стоит сбросил так а цель и зеленая здесь у нас листья киви большие вот здесь у нас такая еще зелень и видите вот конечно сирень слива стоит голая но слива и что-то у нас я не знаю что делать с этими листьями чего их было покрутила радует только то что то что отросло и там здоровые листики хотели обрезать теперь даже не знаю что делать и вот кстати видела что на юге украины очень тепло и мол зацвела даже сирень херсон николаев одесса что сирень у нас вот тоже смотрите тоже там цвет есть не знаю видно вам или нет а вот там вот клен так красиво вам смотрится солнышко спряталась красные листики здесь вот у нас роза еще цветут но если летом на каждой ветке их было много прям букет такой то есть сейчас вот по одной смотрите скоро зацветут испанские маргаритки много цвета выбросили летом так не цвели потому что это жара они не любят а сейчас посмотрите сколько цвета выбросили такая травка анимон вы видите как его потрепала вот это вот следующие будут открываться здесь тоже роза очень много выбросила видите бутончиков вот какая еще гортензия зеленая инжир еще зеленая но уже начинает желтеть листики вот такой у нас октябрь какие громадные груши последние мы оставили нужно уже обрывать но вот это вообще громадина громадина смотрите как но уже нужно снимать снимать ребята меня здесь на днях спросили как готовить брокколи я раньше всегда готовила в магнетроне сейчас я даже очень редко когда отвариваю обычно я готовлю все в одной сковородке последнее время но так как у меня сегодня в духовке готовится основное блюдо и я хочу приготовить брокколи вот я вам такие большие соответствия соцветия разделила и в воду закипающую предварительно подсоленную опускаю вот видите они даже не полностью в воде но это не страшно вот смотрите если сравнить вот в руке потому что это всегда наглядно лучше видно когда вы в руки берете тогда человек может примерно видеть да вот какой величины брокколи опускаю в воду буквально на две с половиной минуты не больше вот видите ножка опускаю туда если вы хотите чтобы брокколи сохранила цвет вот такая осталась у вас красивая ярко-зеленая ее нужно потом сразу же вынуть в ледяную воду вот отсюда в ледяную можно в воду добавить кусочки льда даже и пусть она у вас там немножечко полежит но мой муж допустим он любит чтобы она была теплая поэтому я не охлаждаю ну страдает цвет вот девочки у меня и мальчики вода со льдом и сейчас я буду несколько штук опускать сюда в ледяную воду потому что дочь у меня не любит теплая а те которые для мужа я их бросаю вот позже я вам показала и они будут в той горячей воде ну которую я солью конечно смотрите какая она красивая остается такая ярко-зеленая брокколи в холодной воде а то конечно которую я солью воду она будет уже нет не такого цвета не такого красивого она немножечко потемнеет не такая яркая будет но от этого вкусовые качества не меня самое главное не переварить она не должна быть слишком мягкая да вот когда вилочкой прокалываете она должна вот ну такая al dente или же она потом ну просто это квашня невкусно и потом вот опять таки вы подаете так как вы любите можно полить маслом растительным сбрызнуть лимоном перчика добавить да можно каким-то соусом сырным полить здесь вот очень любят в голландии мы любим вот просто вот так ее есть слегка подсоленную и немного перца все больше ничего можно горчицу ну в общем все по-разному как хотите можно понять картошкой но тогда вот кстати нужно чтобы она была помягче это та которая в холодной воде да со льдом вот ее цвет а это та которая вот теплая в принципе не очень цвет отличается если вы ее сразу подаете да если конечно вы даете дадите ей постоять то она потемнеет вот такая вот красивая вкусная кстати просто со сливочным маслом тоже очень вкусно ну что вот такой ужин у нас сегодня получился картошечка это такая розовая молоденькая картошечка с розмарином запеченная в духовке это гордон блю в панировке то есть вот куриное филе такая куриная отбивнушка внутри фаршированная сыром и ветчиной и брокколи красивая свежая полезная очень вкусная брокколи вот такой ужин вот моя дочка будет это есть с кетчупом она добавляет картошки кетчуп и к гордон блю а мы будем вот просто так